Ну, давайте знакомиться. Меня зовут Олег Алавгудин. Я организатор и руководитель школы Альфа ТОП, то есть Академия Телесоориентированных Практик. У нас насчитывается около 35 видов массажей и других различных техник. Естественно, все не я преподаю, тренеры у нас разные есть. Но в данном случае вы попали на третий день мануального массажа, где мы непосредственно изучаем мануальную технику воздействия на человека. То есть первые два дня у нас были, это мануальный массаж, в общем-то это подготовка, потому что мануальную терапию просто так, ну, на холодное тело нельзя делать. Ну, в принципе, можем в некоторых случаях быстро загреть человека. Но вообще обычно предшествует 30-40 минут массажа, чтобы мышцы расслабились, чтобы они стали поворотливыми, податливыми, такими плавными, гнулись во все стороны. Потому что, как правило, ну, сам человек внутренний, даже если он доверяет, ну, соответственно, свое тело, да, то внутренне бывает некая такая психологическая какая-то скованность, да, и он, ну, не дается под некоторые техники, под некоторые практики. Начинает зажиматься, начинает там как-то чуть-чуть подтягивать, сам себя сопротивляться. И от этого происходит еще хуже. Это наша техника безопасности. Прежде всего, не надо стараться переделать что-то, ну, чрезмерно, да. Если он сопротивляется, то лучше в этот день ему не назначать эту процедуру, не делать, не доделывать ее, как бы. То есть смотрите по состоянию человека, насколько он к этому готов. У меня бывали случаи, вот я на совершенно другом тренинге по бизнесу, там, огромная аудитория, человек 2000 в зале, представляете. В перерыве я в коридоре просто, ну, один попросил, там, я ему шею правил, спинку там распрыгал, прям в одежде, стоя. Всем понравилось, вокруг меня уже через пять минут человек 50. Все уже там просят, давай, давай, и мне, и мне. Сделай все, визитки разлетелись в лед просто там у меня. А я как-то не подготовлен даже был, не ожидал, что такое же ажиотаж, вроде бы. Тема-то совершенно другая, да. Но людям вот это вот оказывается нужно. Нужно практически везде. Это вот к вопросу о том, что где брать клиентов, мне некоторые жалуются, ну, я научился, там курсы прошел, а где клиентов взять? Да везде, собственно говоря. Вот ко мне приходит домой мастер по ремонту пылесоса Кирби и, ну, видит, стоит туда, он говорит, о, а вы массажист там, а вы там кто-то, кто-то можете сделать? Я говорю, да. Сразу все, он там берет визитку, там, через неделю, через две звонит, появляется у меня клиент, еще один. В такси еду, да, там поговорил, с ним, опять клиент появился. То есть на самом деле у меня такая есть поговорка, что если у вас есть навыки в руках, а рядом с вами есть человек, у которой есть спина и шея, то у вас уже есть потенциальный клиент, просто он об этом еще не знает. Нужно ему об этом как-то заявить, показать, что-то продемонстрировать. Ну и соответственно, то есть первые два дня мы подготавливаем человека, ну, учимся подготавливать к этим воздействиям, более жестким, манальная терапия. Она достаточно жесткая. Тоже скажу такую небольшую ремарку, что, ну, это у нас, она в России, официально называется манальная терапия. В Европе там она называется вертебрологи, там специалисты. В Америке остеопаты. Во всех странах там, если по-разному называется, где-то хилерпрактики. Где-то там как-то еще называется. Хилерпрактики. Да, хилерпрактики, да. И, ну, это на Востоке в основном, там, Вьетнам, Китай, вот там, в Таиланде так называют. То есть, что-то новое остеопатия, это некогда хитрые американские ученые, медики, примерно, сто лет на нас лишним, они решили все это собраться в свой мир, все эти упражнения, приемы, и обозвали одним словом. Остеопатия и запретентовали ее. Они любят свою патентацию, чтобы трава ей принадлежали. Вот. А на самом деле туда, получается, входит, вот в эту общую систему остеопатия, входит в различные разделы. Краниосакральная терапия, там, еще какая-то мануальная, это, как бы, отдельная часть, быстрая, так скажем, скорая помощь. Ну, как я говорю, обычно, хрест-хрест и готова. То есть, и у нас вот это обучение тоже так построено, что это просто, быстро, эффективно и доступно. Ну, дешево, быстро. Экспрессмент обучения, буквально за один день, всему этому нужно учиться. Конечно, приемов существует очень много. Их более 128, я даже не знаю, сколько их там. Они есть очень такие слабые, подтягивающиеся, медленные приемы. Есть приемы просто очень жесткие, когда там прям вот кулаком бьется. За костиками, чтобы у человека искры с глаз, да, там, ноги начинают держаться в судорогах. Но, тем не менее, потом они благодарят специалисту, говорят, да, все нормально, починили, спасибо. Вот, моно-терапия, это вот, конечно, такое среднее и не очень жесткое, без таких методов. Просто есть некоторые, там, в Сибири, какие-то практики, еще где-то там прямо берут молоток, киянку, ну, в смысле, зуби, лошадь, подстуки, вот эти вот позвонки. Такие методы тоже есть, они, в принципе, ну, я к ним нормально отношусь, но нужно понимать некоторую осторожность, кому это можно делать и кому нельзя делать. Вот тоже пока на камеру говорим, хочу сказать некоторые методы предосторожности, что все зависит от вашего клиента. Если он, ну, физически не подготовлен, не подготовили вы его, да, не размят, то, значит, не надо на сто процентов делать. В принципе, вы уже не навредите, потому что все эти приемы, они в основном на растяжение, то есть мы суставы растягиваем чуть-чуть, да, и они соединяются. Где-то, если были зажимы, они, ну, выходят, расслабляются, да, где-то, если что-то было перетянуто, оно восстанавливается, если где-то было смещение, оно назад, как-то поворачивается, да, как-то стыкуется обратно. Так что, в принципе, то есть, ну, например, было неправильно зажим, да, мы расстянули и поставили там правильно. То есть, за счет вот этих вот растяжек, коротких щелчки, когда мы слышим, то уже можно с уверенностью пациенту сказать, что я вас поздравляю, у вас что-то там на место встало. Да, смел, прям смелее можете ему это говорить. Ему это приятно, и, Иван, ну, не обидно, и вы себе можете простить. Но, если пациент приходит в достаточно высоком, таком, серьезном возрасте, за 55, там, за 60 лет, то, скорее всего, у него остеохондроз в какой-то стадии уже точно есть. Тоже, видите, по-самому нему, если он слишком зажат, там, да, вот бывают просто вот совсем сутулые, с кифозом выраженным люди, да, соответственно, ему вот эти, ну, такая жесткая техника не поможет. И даже лучше и не делать, особенно там, ну, не знаю, это все из опыта приходит, у меня иногда голова меньше знает, чем чувствуют руки. Вот, просто иногда закрываю глаза, да, и руками чувствую, вот, надо ему или не надо делать. Потому что остеохондроз – это деструктивно-дегенеративное поражение позвоночника и связок вокруг него. То есть там уже можно что-то порвать, сломать вокруг позвонков, начинают просто фиты образовываться. Знаете, что это такое, да? Ну, вот, позвоночник стыкуется с дисками с позвоночным, по идее, ровно поверхностью, да, но когда вот кальцирование там происходит, да, вот, остеофиты, у него начинают образовываться вот такие всякие бугорки, нарустики. И эти нарустики, они могут поцарапать и окружающие ткани, и сухожилия, и повредить сам диск межпозвоночный. Поэтому в таких случаях, ну, очень осторожно просто делайте, или лучше не делайте. То есть совсем таким старым людям, которые вот скованы, да, лучше не делайте. Можно ли избавиться таким методом, например, от сколиоза? В принципе, можно, но, опять же, это нужно подготовить человека, пациента, потому что это нужно проходить достаточно глистинные процедуры, это уже там не 5-10 процедур, да, это уже там 30-40. 60 процедур должно быть, плюс физические упражнения, чтобы он правильно их делал, чтобы с одной стороны он там мышцы напрягал, с другой расслаблял правильно, либо наоборот. Ну, то есть это комплекс тоже дополнительно нужно предложить человеку сделать. Ну, а в принципе, вот я говорю, ко мне на пряжу люди подходят, да, иногда вот просто там в аэропорте, в метро даже, и будет слышать, вот вагон качается, метро, да, люди просто узнали, что я манальный терапевт, и, ну, может смешно это слышать, да, ну, понятно. Ну, подошли там, ребята молодые, что, да, как, ну, подвыпившие там, в час ночи после играли в футбол, в метро, случайно мячик залетел ко мне, а я в компьютере сидел, писал, они такие, о, вы писатель? Я говорю, нет, иммунальный терапевт. И, да, и, да, и, шелось там, а мне спину попро, ко мне попро, там один, второй, третий. Ну, в общем, все, тик-тик-тик, человек доволен, а результат сразу видно, во-первых, как-то светлеет разум, очищается все, распрямляется спина, не сразу равное место, кровоток идет, лимфа топ ускоряется, все вот эти вот нервные окончания разжимаются, так что иногда мозг просто как бы, ну, зашкаливает от этого плынувшего потока из тела, да, так что прям даже, ну, да, снимается какие-то внутренние, такая загруженность, тяжесть, пелена перед глазами, взор даже светлее становится. Так что, в принципе, это все полезно. Это вот мы как раз сейчас будем делать на нашем третьем випне этого тренинга. Есть еще четвертый випдень, там мы проходим, ну, мы чуть-чуть частично тоже сегодня будем делать, методы перкуссии в массаже, перкуссии, это слово из музыки взято, ну, знайте, наверное, да, это вот всякие там постукивания, похлопывания, то есть методы вибрации, звуковой, ударной, тибетскими поющими чашами, ну, вот таким вот, знаете, да? Тоже очень помогает, они ставятся на позвоночник тела человека, на его чакры, и за счет того, что... У него идет очень мощная звуковая волна, концентрическими кругами проникает прямо в группу тела человека. И что обозначает вообще вот смысл этих вибраций? Вот в том, в той самой технике, ну, вот ты вот по видео, наверное, изучал, да, я постоянно говорю, там, приемность вибрация, да, то есть мы не так вот другую проводим, да, там вот так вот подстукиваем по замке, еще как-то. Дело в том, что ни одна зажатая спразмериванная мышца долго не может сопротивляться вибрацией, рано или поздно она расслабится. Поэтому, чем больше мы это делаем, тем более вероятно, что у него вот эта скованность пропадет. Вы слышите, она сейчас извините, не звучит, да? Волшебный фокус вот этой, феномен вот этой чаши тибетской в том, что, ну, звук очень богат персональными созвучиями, и он очень долгий. Ну, все вы слышали, что колокольный звон лечит, наверное, да? Ну, в православии там все, как-то лава, субьются, как-то. Звонри, есть целое искусство. Но колокол звонит, вот если, понимаете, он ударит, да? У него звук длится где-то минуту. Здесь звук длится 3, иногда 5 минут. То есть это более глубокое проникновение, получается, всего человека. Хотя они ставятся не только на теле, они и вне тела тоже работают. Также мы там в этом четвертом вебне используем бамбуковые палочки, бамбуковые веники, колотушки специальные. Ну, руки тоже свои превращаем в разные инструменты. Это получается, да, она волновая терапия, что-то вроде того, да? Да, 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 это она есть. Вот, так что это тоже нам в помощь. Это я просто рекомендую в арсенал массажистов, кстати, профессионально зарабатывают, тоже брать. Потому что это расширение вашего ассортимента профессионального, да? И, соответственно, ну, клиенту дополнительные услуги, за которые он может оплачивать. Сейчас у нас вот это все идет в течение одного дня. Я говорю по методу экспрессо-обучению. Потому что, на самом деле, где-то обучают, там, в институтах два года, пусть я платить три года. Где-то, там, из курса, там, полгода, там, да, двухмесячные. На самом деле, сейчас мы будем все проходить так, что, ну, экспресс-метод обучения на то построен, что вы начинаете понимать, вы что-то начинаете понимать, как работают у него вот эти вот сочинения, да, шейный, там, например, атлан, позвонок. И, в итоге, примерно те же самые приемы, их можно делать и лежа, и на полу, и на столе, и сидя, и стоя даже, и даже там, в пышке, где-то подпрыгивая, если, да, если вот такой человек высокий. То есть, некоторая виртуозность, или некоторая вот эта вот, ваша манипулятивная вот эта вот способность, да, воздействия на человека, она с практики к вам придет. Поэтому не бойтесь того, что где-то знаний не хватит. Знаний хватает. Важно не только, сколько вы знаете, а важно, сколько вы практикуете. В общем, вопрос. Поэтому вы можете обучаться хоть два часа этому, да, но когда у вас появится вот это понятие, да, уже потом с практики вы начнете уже понимать, как лежа можно делать. Иногда некоторые приемы, я даже вот как-то по ходу дела придумываю, что ли, ну, приходит свыше, скажите, иногда так даже можно сказать, потому что, ну, вот человек лежит головой туда, например, да, то же самое можно ему сделать и с этой стороны я подойду, да, и с той стороны подойду, и со стороны головы подойду, и вверх ногами я его переложу, и все на самом деле одно и то же, по сути, только по разному руке накладываюсь на человека. Так, ну, давайте приступим. Начнем с диагностики. Да?